Наша Якутия славится отличными борцами вольного стиля. Чемпионаты России, Европы и мира Олимпийских игр были покорены нашими спортсменами. И не так давно мы начали развивать не менее зрелищный олимпийский вид спорта, греко-римскую борьбу. Даже по контракту пригласили опытного тренера, чемпиона мира по греко-римской борьбе с Украиной, Рустама Аджи. Далее сюжет продолжит Евгения Андросова. В Новосибирске, Первомайске, с Романом Власовым встретились, тренировались. Пятерых устроили в Новосибирске, которые будут на будущее нашими тренерами. У нас даже во втором этаже училища на письмской резерве строится новый зал, именно греко-римский будут. Так что надежды очень большие. Якутским греко-римским борцам материально помогают многие бизнесмены, которые когда-то сами выступали на ковре. Один из них Дмитрий Ушницкий. Кстати, мастер спорта международного класса именно по греко-римской борьбе. Его и выбрали вице-президентом федерации. Не секрет, что в Якутии нет опытных тренеров по классической борьбе. В этом году с Украины был приглашен опытный наставник Рустам Аджид, чемпион мира, участник двух олимпиад. В данный момент у нас в Украине такая сложная ситуация, и у нас клуб распался. Позвонил Александру Александровичу Карелину, ну и он сказал, что есть в данный момент в Якутии нужен тренер. В данный момент я сейчас здесь нахожусь, хотелось бы отметить очень хорошее гостеприимство. Большое спасибо министру спорта, большое спасибо Алексею Алексеевичу, то, что отнеслись с пониманием, с уважением. И основная задача и цель, чтобы греко-римская борьба была на таком же уровне, как и в вольной. Если в вольной борьбе техника и скорость на первых ролях, то в греко-римской это физика. Руки, плечи и спина обязаны быть сильными в первую очередь. А Рустам Иванович отмечает, что нашим ребятам как раз таки не хватает физики. Поэтому сейчас он занимается превращением вольников в классика. Что, кстати, намного тяжелее, чем ребенка с малых лет научить о замке греко-римской борьбы. Однако вольнику стать классиком легче, чем наоборот. И во время тренировки не вспоминаешь, что ты был вольником, проходы в ноги? Иногда, когда хорошие моменты появляются, хочется ноги пройти. Но потом уже привыкаешь, что ноги проходить нельзя, уже все запоминаешь. Но иногда хочется после тренировки побороться по вольной. Так все нормально. Совсем по-другому думаешь? Ну да. Ну там вольные стойки надо, чтобы ноги смотреть надо, чтобы они проходили. А тут надо, чтобы в здании проходили, да? Ну тут стойку надо поменять. Сейчас у нас тренировки идут большинство. Мы делаем одну тренировку ОФП, одну тренировку на ковре. Некоторые дни мы делаем тренировку на выносливость. Вот как в данный момент сегодня. Эта тренировка называется скорость на север. Потому что сейчас соревнования проходят в один день. И для того, чтобы пять схваток отбороться до финала, нужна большая выносливость. Вот сегодня у нас такая тренировка и была. Так что в греко-римской борьбе самое главное практически это выносливость, терпение, трудолюбие. И, конечно, характер. Если есть характер, всему добьешься. Если вашему сыну от восьми лет и вы хотите, чтобы он стал сильным и здоровым, как Александр Карелин, то смело запишитесь в секцию греко-римской борьбы. Возможно, именно ваш ребенок – будущая спортивная гордость Якутии. Продолжение следует...